Всем привет! Вы на канале Чудо-Огород Коротко и Ясно. С вами Лариса. Пекинская капуста это очень легко выращиваемая культура. Единственный минус выращивания, по моему опыту, очень трудно избежать нашествия вредителей, слизней и капустных блошек. Листья настолько нежные и вкусные, что без кардинальных обработок не обойтись. Рассадный период у пекинской капусты невелик – 30-35 дней. Поэтому, учитывая климатические условия, легко высчитать сроки посева семян на рассаду. Она выращивается или ранней весной, начало лета, или вторая половина лета, на осень, так как это холодостойкая культура и жару середины лета не выдерживает и может уйти в цвет. Поэтому засеваю семена в начале апреля, чтобы посадить в грунт в начале мая. И чтобы ускорить процесс роста проращивания семян, никогда не замачиваю и не проклевываю в марлечках и салфеточках, а сразу засеваю в сухом виде во влажный кокосовый субстрат. Наполняю неглубокие плошки субстратом и в бороздке примерно на сантиметр засеваю семена. Обильно сбрызгиваю водой и затем помещу в целлофановый пакет до появления первых петелок. А это произойдет буквально на второй-третий день. И буквально на третий день имею вот такие ростки с открытыми семидалями и длинными корешками, готовыми к посадке в отдельные стаканчики. А в таком нежном возрасте трех дней при посадке сразу в грунт приживутся быстро и не будет загущенных посадок. И все семянцы сохранятся практически 100%. Грунт готовлю просто. Обычный грунт смешиваю с торфом один к одному и добавляю древесные золы. На глаз небольшое количество. Хорошо перемешиваю. После посадки саженцев в грунт аккуратно полью вокруг, чтобы корешки прижались к земле. Выращивать буду в теплице и ночные похолодания будут только на пользу, так как пекинская капуста в более прохладных условиях растет лучше. Дальнейший уход несложен. Поливы теплой отстоянной водой и рыхление. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok